МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Первое в регионе административно-жилое помещение для работы участкового. С хозяином дома и блюстителем порядка в селе Кочетовка познакомился Павел Юрасов. Меньшая половина дома площадью 20 квадратных метров – это помещение для работы. Здесь кабинет для приема граждан, а также помещение для содержания задержанных. Кстати, находится под круглосуточным видеонаблюдением. Их купали, с ними разговаривали и даже массажировали. В Сосновом углу Тамбовского округа прошел конкурс операторов машинного доения коров. Еще один этап конкурса – разборка и сборка доильных аппаратов. Снимают крышку, убирают из-под нее резинку, снимают шланги. Потом аппарат собирают и проверяют работу. Ограничений по времени нет. Главное – справиться быстрее соперников. Оно никогда не меняло своего назначения. Зданию Тамбовского отделения Банка России исполняется 110 лет. Историей в этом здании пропитан буквально каждый уголок. И даже там, где уже сделан современный ремонт, есть напоминание о ней. Вот, к примеру, именно такая плитка лежала на полах те самые 110 лет назад. В Тамбове назвали имена лауреатов театрального фестиваля «Итоги сезона». Расскажем, кто стал лучшим и чья звезда появилась на аллее театральной Тамбовщины. «Итоги сезона» – фестиваль, который проводят более 10 лет. Здесь отмечают лучшего актрису и актера. Также уделяют внимание лучшему исполнению роли сезона, а также самую важную работу. Здравствуйте! Это программа «Область новостей» в студии Олеси Павлова. До конца лета по федеральной программе «Чистая вода» в Тамбовской области откроют не меньше пяти объектов. Один из них накануне посетил глава области Максим Егоров. Радость жителей села Кочетовка Мичуринского округа разделила и наша съемочная группа. Строительство водонапорной башни в Кочетовке началось еще в июне прошлого года. Жители с нетерпением ждали окончания всех работ. Напор воды очень плохой, поэтому очень рады, что открывается новая водонапорная башня. Будем теперь ждать хороший напор воды. Спасибо губернатору, что не забывает про нас. День открытия водонапорной башни станет праздником практически для тысячи жителей села Кочетовки. 900 человек подключены к этой водонапорной башне, 320 домовладений, в том числе многоквартирный дом. На сегодняшний день готовность объекта 100%. Подрядчик несколько отстал от графика из-за того, что пришлось переделывать проектную документацию, но все работы выполнены качественно, что доказала комиссия Росстроеконтроля. Росстроеконтроля. Построен километр сетей по территории сельсовета. Решили вопрос старых сетей, которые требовали замены. Были постоянные порывы, то есть улучшили качество обслуживания населения в этом плане. Ну и плюс добавятся еще новые абоненты. Всего на реализацию проекта направили без малого 4,5 миллиона рублей. Больше 3,5 миллионов – средства федерального бюджета. Хотелось бы напомнить, что до конца года мы должны с учетом этого объекта ввести в рамках реализации федерального бюджета чистой вода 8 объектов. До конца лета еще 5-6 объектов мы введем. И последний объект мы введем в октябре. Это будет в городе Тамбов. И, конечно же, качество питьевой воды наших граждан значительно улучшится. После приемки водонапорной башни и положительного заключения комиссии в дома жителей Кочетовки потечет с хорошим напором чистая вода. Павел Юрасов, Александр Чекмарев, Анна Мусатова, Область новостей. Глава Тамбовской области Максим Егоров встретился с представителями комитета семей воинов Отечества. Делегация комитета во главе с руководителем в эти дни посетила наш регион. Идею создания Всероссийской общественной организации, которая объединяет семьи мобилизованных кадровых военных и ветеранов СВО из разных регионов страны, поддержал президент России Владимир Путин. Тамбовское региональное отделение комитета активно ведет свою работу и в первую очередь решает вопросы оказания помощи самим бойцам и их близким. На нашей последней встрече мы много говорили о важности объединения вокруг помощи нашим военнослужащим и их семьям. Консолидация фонда поддержки участников специальной военной операции защитники Отечества и комитета семей воинов Отечества – это неразрывная составляющая успешное выполнение этой задачи. Здесь каждый объединяется вокруг семьи. Вот именно семья военнослужащего и боец – он во главе угла. А мы все здесь помощники. Поэтому вместе, за руки с властью, с фондом защитники Отечества, с волонтерами, с НКУ объединившись, мы будем делать все и сегодня делаем для того, чтобы помогать. Руководитель комитета семей воинов Отечества высоко оценила работу региональных коллег, назвав опыт Тамбовского отделения образцовым. Участники встречи обсудили актуальные темы материальной, психологической, социальной и медицинской помощи участникам СВО и их семьям. В рамках рабочего визита в Мичуринский округ глава региона Максим Егоров посетил первый в своем роде объект – административно-жилое помещение для работы участкового уполномоченного. С хозяином дома и блюстителем порядка в селе Кочетовка познакомился наш корреспондент Павел Юрасов. Поздравляю! Дорогу России! Дорогу дома! Поздравляю! Дорогу России! Теперь участковый уполномоченный Леонид Сушков – полноправный хозяин ведомственного жилья в селе Кочетовка. Идея построить в селе административно-жилой корпус такого типа возникла еще в 2019 году. На строительство и отделку ушло около 5,5 миллионов рублей. Меньшая половина дома площадью 20 квадратных метров – это помещение для работы. Здесь кабинет для приема граждан, а также помещение для содержания задержанных. Кстати, находится под круглосуточным видеонаблюдением. Жилая площадь дома больше 80 квадратных метров. Многовато для одного человека, но вполне достаточно для молодой семьи. Именно такие планы строит 27-летний участковый. Оставить потомство, жить, взвестись второй половинкой – так и планирую. В ближайшее время, я думаю, женюсь, заведу детей и так далее. Земля пустует. Вот думали, что пчелы или огород. Есть уже идеи? Ну, как у меня, скажем так, предки, мы были земледельцами, так и я. Необходимо выращивать дома свое что-то. В доме просторная прихожая, раздельный санузел, собственная котельная и несколько комнат. Оделка, что называется, под ключ, да и в комнатах уже стоит некоторая мебель. Вот здесь у меня будет комната, здесь будет, скорее всего, детская, общая гостиная, здесь кухня. Проходите. Здесь у нас находится кухня. Вся оборудование, холодильник, плита, кухонный вернитур, стол, печь, все, что нужно для жилья. Леонид служит в МВД уже пятый год. На Кочетовском участке всего полгода. В его зоне ответственности 9 населенных пунктов с населением 2,5 тысячи человек. Стоит отметить, что в Тамбовской области такой объект вводится впервые. Опыт Мичуринского округа заинтересовал коллег из других территорий. И, возможно, проект превратится в целую программу. Проект получился. Действительно, дом с двумя входами. Один служебное помещение и помещение, где будет проживать сам участковый полномочный. Сейчас все это посмотрим, проанализируем, что где нет, что плохие стороны, что нужно поменять. Возможно, у нас в региональном законодательстве. И я думаю, что этому проекту жить. Примечательно, что дом построили к столетию службы участковых уполномоченных. Павел Юрасов, Александр Чекмарев, Данил Лычко. Область новостей. Буренки из хозяйства, что в Сосновом углу Тамбовского округа, сегодня были окружены особой заботой. Их купали, с ними разговаривали и даже массажировали. Так проходил конкурс операторов машинного доения коров. Что входило в его программу и насколько подготовленными к ней оказались участники, знает Полина Болотова. Ольга Шурина подход к буренке нашла быстро. Еще бы, в ее родном хозяйстве в Сампурском районе более тысячи коров, каждая из которых приносит почти 8 тонн молока за год. Там Ольга трудится около 10 лет, чтобы подоить двоих коров за 5,5 минут, как того требует правила конкурса. Долго подход искать не приходится. Характер разный бывает. И вздорный, и спокойный, и хороший. Разные коровы, как и люди. Никакой разницы нет. Все любят тепло и ласку. Разговаривать надо, гладить, говорить. Хорошая моя, стой, смирно. Стоят, бывает, конечно, всякое. Но в основном хороший у них характер. Период спада спроса на профессию прошел. Сейчас она вновь востребована. Молочное животноводство в регионе развивается, и специфика работы оператора машинного доения с приходом новых технологий изменилась. Еще один этап конкурса – разборка и сборка доильных аппаратов. Снимают крышку, убирают из-под нее резинку, снимают шланги. Потом аппарат собирают и проверяют работу. Ограничений по времени нет. Главное – справиться быстрее соперников. Казалось бы, дойка коров – преимущественно женское занятие. Но механизация, которая со временем вошла в нашу жизнь, и молодежь, рушит гендерные стереотипы. Как ни странно, начало и к этому приходить и молодежь. В том числе и молодые парни, которые занимаются в данном хозяйстве. Шесть парней, которые здесь уже раньше. Собственно говоря, у нас было где-то 4-5 дойеров вообще на всю область. Сейчас практически в каждом хозяйстве дойеры обязательно присутствуют. Есть и мужчины тоже. В третьем этапе участники продемонстрируют знания в теоретической части. По итогам конкурса жюри суммируют баллы и выберут лучшего оператора машинного доения, который получит денежный приз. Полина Болтова, Евгений Михеев, Анна Мусатова. Область новостей. 110 лет исполняется зданию Тамбовского отделения Банка России. Сегодня это одно из самых заметных сооружений на улице Октябрьской в областном центре, которая никогда не меняла своего назначения. Историю здесь бережно хранят и сами старинные стены, и нынешние работники отделения. По случаю юбилейной даты они согласились провести для нашей съемочной группы экскурсию по тем уголкам здания, которые обычно скрыты от глаз посторонних. Юлия Савушкина расскажет обо всем по порядку. Сегодня мало кто вспомнит, что когда-то на месте этого величественного здания с декором в стиле модерна и эклектика в центре Тамбова располагался так называемый бесшапочный трактир. Считается, что заглядывали сюда главным образом приказные. Выходя из присутственных мест, где они работали, служащие так спешили в заведение, что забывали надеть шапки. Особенно многолюдно здесь было в дни выдачи жалования. Но в 1911-м трактир закрылся. Здесь началось масштабное строительство отделения Госбанка. Первоначально отделение Госбанка располагалось в здании по соседству в доме купца Толмачева, которое в 1876 году отделением Госбанка было у него выкуплено. Затем в связи с расширением штата сотрудников было принято решение о строительстве нового здания. В 1909-м году Тамбовское губернское правление одобрило решение о строительстве. И к 1913 году возникло вот это двухэтажное здание. Сейчас мы с вами поднимаемся по лестнице, которая была сделана из настоящего мрамора. Но со временем она стала небезопасной, потому что инкассаторы в буквальном смысле слова волокли мешки с деньгами по ступеням. И после проведения ремонта эта лестница была покрыта плиткой. Обратите внимание, у нас есть новодел 90-х годов. Это витраж, на котором изображен герб Тамбовской области. Экскурсию по историческому зданию, двери которого обыкновенно закрыты для посетителей, проводит Марина Ельзова. Начальник одного из отделов Тамбовского банка России бережно хранит факты о месте, где работает. Здание Тамбовского отделения Банка России – одно из немногих в областном центре, никогда не менявших свое функциональное назначение. Сегодня это объект культурного наследия. При проведении ремонтных работ современным обитателям здания необходимо сохранять архитектурный рисунок его фасада и цветовую гамму. Но самое главное – работу банка нельзя останавливать. Справа от вас располагаются кассы пересчета. Операционные кассы по приему и выдаче наличных денег. Слева от вас, Юля, располагается операционный отдел, в котором я работаю. В понедельник и по пятницу. Сейчас обратите внимание на высоту потолков. Это первоначальная высота потолков. И хочется отметить, что такое грандиозное сооружение было построено без применения средств специальной строительной техники. Котлован рыли лопатами, землю вывозили лошадиными повозками. И строительство здания всего два года продолжалось. Когда-то основными клиентами здесь были шерстяные фабриканты, мукомолы, хлебные и мучные торговцы. Сегодня же эти стены посещают главным образом представители кредитных организаций. Сегодня отделение Тамбов обладает современной информационно-вычислительной базой. Здесь работают высокие профессионалы. На сегодняшний день основные задачи отделения Банка России – это расчетно-кассовое обслуживание, это бесперебойная работа платежной системы Банка России, это обеспечение наличного денежного обращения. И еще одной основной задачей на сегодняшний день является повышение уровня финансовой грамотности наших жителей. Делался стол в 1912 году. Делал Орлов и Минаев под наблюдением старшего мастера Тихона Демьян Часавченко Смоленской губернии 32-х лет. Жалование получил 28 рублей в месяц. На протяжении нескольких лет работники отделения создают фонд предметов, имеющих историческую ценность. Послание потомкам обнаружили в одной из кладовых во время ремонта. Это послание датировано 1912 годом. Историей в этом здании пропитан буквально каждый уголок. И даже там, где уже сделан современный ремонт, есть напоминание о ней. Вот, к примеру, именно такая плитка лежала на полах те самые 110 лет назад. Кстати, примерно в этом месте, когда здесь проводили ремонт, сотрудники заложили уже свою капсулу времени для наших потомков. Юлия Савушкина, Николай Иванов, Ольга Кириллова, Область новостей. С начала июня в Тамбовском молодежном театре проходит традиционная акция «Лето в ТМТ». Коллектив пытается как можно ярче и интересней организовать досуг для жителей и гостей Тамбова. Одним из подарков для любителей театра станет премьера детского спектакля «По зеленым холмам океана». Какую историю покажут артисты своим маленьким зрителям, расскажет Елена Хромова. Лето в ТМТ – особая пора. Пока одни отдыхают, молодежка работает в удвоенном режиме. В афише репертуар на любой вкус и возраст. Музыкальные приключения, драмы, комедии, семейные спектакли. Все эти жанры характерны для постановок прошлых театральных сезонов. Относятся они и к предстоящей премьере «Сказки по зеленым холмам океана». Ее сочинял детский писатель Сергей Козлов. Его перу принадлежит много добрых историй, по которым снято более 20 мультфильмов, среди которых «Ежик в тумане», «Как львенок и черепаха» пели песню. С творчеством этого автора молодежный театр знаком уже давно. Это один из наших любимых авторов, потому что мы во второй раз обращаемся к Сергею Козлову. У нас есть зимняя сказка, она у нас называлась «Елка и ежик». Тоже очень удивительная, трогательная, нежная сказка. И вот мы решили сделать для детей эту постановочно очень сложную сказку. Сказали себе «Да». Наверное, пришло время, и мы ее попробуем сделать. В спектакле всем известны сказочные герои – волк, заяц, лиса, ворон и филин. Но характеры у них не классические. Волк – добродушный старый моряк. Всю свою жизнь мечтает отправиться в кругосветное путешествие в поисках океана света, счастья и радости, о котором никто даже не слышал. Хищные товарищи пытаются его отговорить. Поддержал его лишь заяц, который становится волку верным другом. Мы отправимся к своей мечте покорять холмы зеленые, океаны васильков. И заяц начинает ему верить, открываться, и у них зарождается такая теплая, настоящая дружба. Ведь не у каждого человека есть такой надежный друг, с которым можно пройти всю жизнь. И у волка тоже до старости нет таких друзей. Есть друзья-разбойники. А здесь появляется настоящий, любящий, маленький такой серенький комочек. И вот вся эта постановка о дружбе. За простотой сюжета глубокий смысл. Режиссер-постановщик считает, что с детьми можно говорить о том же, о чем и со взрослыми. О любви и доверии, о радости жизни, а также боли, страхи и утратах. Главное, что тема Сергея Козлова в его произведениях – это вера в мечту. Если ты будешь очень сильно верить в свою мечту, у тебя обязательно все получится. И даже расцветут осенью или зимой васильки и ромашки. Елена Хромова, Николай Иванов, Ольга Кириллова. Область новостей. В Тамбове назвали имена лауреатов по итогам 14-го театрального фестиваля конкурса «Итоги сезона». По традиции, в фестивале приняли участие все профессиональные театры региона. Кто стал лучшим и чья звезда появилась на аллее театральной Тамбовщины – в репортаже нашей съемочной группы. «Итоги сезона» – фестиваль, который проводят более 10 лет. Здесь отмечают лучшего актрису и актера. Также уделяют внимание лучшему исполнению роли сезона, а также самую важную работу. В этом году награждение лауреатов фестиваля изменило локацию из-за погодных условий. Гости собираются в фойе театра, чтобы услышать, кто же стал лучше. По традиции, в фестивале-конкурсе принимают участие Тамбовский и Мичуринский драматические театры, молодежный театр и Тамбовский театр «Кукол». На суть жюри и зрителей они представили 9 премьерных работ прошедшего сезона. В течение недели, а столько длился фестиваль, они восхищали и поражали. Чем и ценен наш фестиваль, что он очень объективный и профессиональный. И я рад тому, что для наших актеров получить лауреатство в какой-то номинации действительно является очень почетным и радостным событием. Ну а кто получил, это до последнего момента не знает никто. В состав жюри вошли московские театральные критики и известные тамбовские журналисты. Победителей определяли в шести номинациях. Актриса Тамбовского драматического театра Евгения Корчевская стала лауреатом в номинации «Браво» за роль Мелисса в спектакле «Любовные письма». Актриса признается, что сыграть эту историю о возникновении любви с радостью и обидой, страстями и разочарованиями, историю длиной в жизнь было сложно. Пронести всю эту судьбу от маленькой девочки до взрослой раненой женщины, которая так и не справилась с обстоятельствами, которые сложились вокруг нее, это большой-большой труд. Конечно, где-то когда-то мы теплим эту надежду внутри, когда начинается работа, что это все когда-то потом будет признано и оценено по достоинству. Конечно, где-то теплилась эта надежда, но так, чтобы ставить задачу, получить эту награду, такого не бывает. Мы ставим задачу честно сделать свою работу. А главная номинация фестиваля – и мастерство, и вдохновение. Ее вручают за большие творческие достижения в прошлом и яркую актерскую работу в этом сезоне. Обладателем награды стал актер Мичуринского драматического театра Сергей Холкин. Награды получаются всегда приятные. Приятно, очень приятно. Важно. Я пока даже не знаю, как это осознавать. Именная звезда актера теперь зажглась на аллее театральной тамбовщины. Олеся Павлова, Николай Иванов, Данил Лычко. Область новостей. На этом все. Еще больше новостей на нашем сайте, в Телеграм и группах соцсетей. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова